А всегда приятно, вот когда с одной стороны сидишь, настраиваешь зум, а вдруг тебя сзади кто-то хлопает по плечу и говорит, а я уже в студии. То есть вот здесь у нас как-то всё по-настоящему, по-живому, по-олдскульному. Мы продолжаем рассказывать о фильмах Hard Dog Fest, и вот одна из тех картин, которая вызвала очень большой интерес, я бы сказал, ажиотаж не только на этом фестивале, но и вообще вот по всему миру. Это фильм «Гаражане», именно через АП, от слова «гараж», и вот создатель этого фильма, его автор Наталья Ефимкина с нами в студии. Здравствуйте, доброе утро. Очень приятно. Доброе утро. Мы вот за эфиром говорили о том, что эта работа заняла 4 года, работа над этим фильмом. То есть это, ну когда мы говорим про, не знаю, голливудские фильмы, там обычно съёмочный процесс занимает, там всё очень жёстко, там несколько буквально недель съёмок или где-то какие-то съёмки, может быть постпродакшн, но всё поставлено на конвейер. В документальном кино получается всё сложнее. В документальном кино это так, что сначала надо найти тему, конечно, потом найти на эту тему деньги, потом эту тему снять, и она получается, конечно, по-другому, чем ты её задумал. И потом надо найти человека, кто её может смонтировать так, как хочет материал. Пока что звучит всё так же, как в игровом кино. Да. Ну и это длится, может быть, потому оно длится и 4 года, и мне кажется, каждому фильму нужно своё время, чтобы оно получилось хорошее, и монтажный процесс должен быть дольше, потому что там нет сценария. И снимать надо его дольше. Ну, вообще-то на документальное кино нужен хороший бюджет. Тоже. Тоже хороший бюджет. Но вот ещё одно отличие, мне кажется, то, что в документальном кино всё происходит по-настоящему. Если в игровом кино герой там как будто бы умирает, и там всё, актёр в следующем фильме появляется снова, то здесь вот если герой умирает, то он умирает по-настоящему. А два героя умерло? В течение фильма мы потеряли одного героя, и после фильма у нас умер второй герой. У нас их шесть, и когда я снимала, я работал над большой игровой картиной на Кольском полуострове, и там всё, что мне надо было, мы находили в гаражах. Вот. Надо было купить рыбу, она была в гаражах. Надо было одолжить лыжи, они были в гаражах. Я, приехав в Германию, я живу в Берлине, приехав в Германию обратно, нам так показалось, что мы очень долгое время провели на Кольском полуострове, но не сняли ничего про людей или про вот эту жизнь. И я написал вот маленькие такой две странички, представила эти две странички продюсерам, и продюсеры сказали, ну мы вообще-то делаем игровое кино, но на это пойдём. Вот. И это было 4-5 лет назад на Берлинале, и потом он вышел на Берлинале в конце. Его взяли на Берлинале, это большой успех, конечно, для первого дебютного кино. Вот. И я вернулась туда сама, потому что продюсеры решили, что можно придумать персонажей. Ну, это игровые продюсеры, они решили, что их можно придумать. Я сказал, так не пойдёт, надо их искать. Ну, вот, я поехала одна и искала персонажей, и ходила по разным гаражам, и там на Кольском полуострове, мне кажется, как в каждом русском городе, есть гаражное поселение, это ничего нового. Но, конечно, я искала людей, которые занимаются не машиной, а мечтают о чём-то, которые ищут в гараже куточек своей свободы. Ну, как сказано в описании к фильму, гаражи – убежище русского человека, точка исчезновения из мрачной повседневной жизни и сигнал надежды на большие мечты. Ну, то есть, такая квинтэссенция русской жизни. И второе, видимо, понятие, которое свойственно только русскому человеку, и в более широком смысле постсоветскому пространству – это дача и гараж. Совершенно иной смысл у гаража, чем в том же самом Берлине. Помещение, где хранится транспортное средство. У нас это ворочение. Это способ понять русскую душу, я понимаю, что можно... Для меня так, да. Ну, я считаю, да. Особенно русскую, наверное, мужскую душу. Ну, все-таки, будем окраины, как правило, там собираются мужички. Хотя, я понимаю, что были какие-то, например, женские персонажи в вашем фильме? У меня было два женских персонажа. Одного персонажа мы видим в самом начале, когда открываются разные ворота, и мы видим разные-разные-разные люди. Делают совершенно... Один строит самолет, другой ведет связь с Японией. Третья выращивает собак, такс. Так что была женщина у меня, которая выращивала такс, но она не вошла... Ну, она не главный персонаж, за которым я сижу. Ну, конечно, разнообразность гаражей мне надо было показать, потому что это, конечно, явление, и это феномен. И это надо было мне, зрителю, особенно европейскому, донести. А потом я уже, конечно, следовала личным жизням людей. Один человек режет иконы, и к нему приходит священник из церкви, заказывает икону. Оказалось, что он ее заказывает главному владельцу комбината. Это значит, очень богатому человеку. Ну, и там развивается уже событие само по себе. И два у меня персонажа таких Достоевских, как у Достоевского, такой повелитель и его раб. И они металлолом собирают, режут и мечтают купить ауди. Вот, ну, это такая... Там очень много диалогов, очень много русской жизни и какого-то юмора нашего и философии. И очень многие люди меня спрашивают, особенно в Германии, не может же быть, что люди говорят таким языком философским. А я говорю, да, у нас каждый человек чуть-чуть философ. Ну, то есть, получается, что не верят, что это документальное кино, подозревают, что это все-таки какие-то прописанные диалоги заранее. Ну, их убивает аутентичность. Когда человек говорит с портретом Путина и говорит, ты пастух. Ну, как бы я придумать, извините меня, такое не могу. У меня не хватает фантазии. И заставить людей повторить еще раз фразу, это, конечно, невозможно. Таких людей ты никогда не заставишь. Они совершенно не обращают внимания на камеру. Им плевать на мою камеру. И плевать на мой берлинский фестиваль. Никто из них никогда не приехал посмотреть на кино. Но я дала одному из персонажей, который тоже очень плохо себя чувствует, потому что у него Паркинсон. Вначале все смеются и думают, ну какой фрик. А потом понимают, что он делает такие вещи в гараже, которые нормальный человек бы не смог сделать. А его еще и трясет. И он себя очень плохо чувствует. И я переслала ему ссылку через друзей, чтобы они показали ему фильм, чтобы он увидел. Как вообще сложилась судьба? Мы понимаем, что у одного плохо со здоровьем, два скончались персонажи. А вот вы следите, поддерживаете, продолжаете поддерживать отношения с героями фильма? У меня есть персонаж Роман. Он выращивает перепелы в гараже и курей. И прессует еще помет в брикеты. И я говорю, Роман, ну как тебе фестиваль в Берлине в феврале? А он как раз в конце встречает девушку. И она говорит, я так, Роман, так хочу на море. Может в Доминикану, а может быть в Прагу. А он говорит, я сначала Юлю вывез в Турцию, а какой Берлин в феврале? Так что я поддерживаю связь. Недавно я его хотела в Москву пригласить. И в Москве он мне сказал, что давай позвони Юле, потому что мы как раз поссорились. В общем, я поддерживаю связь, конечно. Мы попросим вас надеть наушники. У нас звонки 67212-93-9, 67213-93-9. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. А вот у меня к вашей гости такой вопрос. Как ей удалось установить доверительные отношения с этими горожанами? Потому что, в принципе, гаражи – это закрытый мужской клуб. Женщин туда не очень-то и допускают. Спасибо. Спасибо, замечательный вопрос. Это очень сложно, конечно. И были проблемы тоже, потому что люди чуть-чуть опасаются, что у них могут что-то и украсть, и что-то не доверяют. И жены тоже на меня косо смотрели, что я там хочу. Но всё равно мужчины они хотят показать, они гордятся своими горожанами. Потому, может быть, даже было легче как женщине туда попасть. И не надо было пить, и не надо было сидеть, а можно было посмотреть и спросить, а что вы здесь делаете, а как это интересно. И вот старалась я создать, и я старалась выбрать персонажей, которые не обращают внимания на камеру, которые думают, ну, и их долго выбирала. Как отреагировали на происходящее? Какие впечатления сложились у немецкой части съёмочной группы? Да. У меня был очень один серьёзный, серьёзное побоище в гараже, когда группа, они как бы собирают металлолом, они пьют много, и один раз они очень сильно напились. И мы думали, они потанцуют, как в фильме «Четыре» или что-то в этом роде. Они начали страшную драку. И, конечно, мой немецкий оператор забился в угол, потому что это для него было очень жёстко, и это длилось шесть часов. В фильме мы видим, конечно, только четыре минуты. Это побоище шесть часов. Да, оно повторялось, опять заново загоралось. Чуть короче у Мамаева побоище, в принципе. Но мне кто-то сказал, может это вырезать, а моя подружка из Москвы, она сказала, почему вы всегда хотите вырезать нашу жизнь? Это тоже этим кончается. И оператору было, конечно, очень страшно. Он ничего не понимал. И, конечно, немец, немец, что здесь немец делает? Ну, чуть-чуть такое, конечно, было. Но я пытаюсь смотреть, контролировать ситуацию. Конечно, если было бы опасно, я бы свернула монатки. Но я как бы присутствовала. И когда ситуация зашкалила, и там могли убить человека, я всё-таки лопату пришлось мне держать. Мне. И это было очень тяжело. И намонтировать это было для всех очень тяжело. Потому что посмотреть эти шесть часов не за человеческие дна, это было очень тяжело. Но эти за шесть часов не приехала полиция, не пытались там разнять их? На меня очень потом, после этого, очень за мной хорошо наблюдали, что я там снимаю, и мне запретили в комбинации ходить, ну, в предприятие. Так что там было такое опасение, что я сняла что-то не то. Ну, сняли жизнь, как она есть, в общем-то. Зачем приехали, то оно и было. Но у меня было разрешение Министерства культуры. У нас была киноподдержка с немецкой стороны на очень высоком уровне. И поэтому у меня было разрешение Министерства культуры. И, конечно, ФСБ не могло меня вызывать на ковёр. Но они мне сказали, ой, я был там и должен был что-то про тебя сказать. Так что, ну, там, как бы, но, конечно, ничего, это же гаражи, это же не политика типа. Ну да, потому что у нас вот гость, который позавчера был с фильмом про японские, про Курильские острова, он как раз-таки говорил о том, что очень было большое внимание к этому проекту, и ему пришлось, в общем-то, очень долго отбиваться, объясняться, потому что были проблемы по ходу фильма. Ну, я как... у меня немецкий паспорт. И это совершенно спонсировано с европейской стороны кино. И было разрешение Министерства культуры. Поэтому, как бы, ну, нельзя было меня никак шпинять. Но все равно интерес очень большой был, и я это заметил. Довольны ли вы результатом? Удалось ли вам показать вот ту самую российскую жизнь, такой, как она вам представляется, или какая была задача вообще в принципе? Ну, гараж – это интересная призма, посмотреть, но сам результат. Для меня очень важно было показать совершенно разнообразных людей, что гараж – это не место для одного типа человек, а что есть и старые, и молодые, и маргиналы, и ученые, и музыканты, и художники, и интеллектуалы, и все в гаражах. Это получилось. Это получилось, потому что я... ну, мы долго выбирали персонажей, их долго наблюдали. Мы приезжали в три разное время года, и у нас было очень много съемочных дней, потому что нам повезло, в общем. И поэтому это удалось, и монтаж... У нас был сложный монтаж, я поменяла три монтажера, потому что поднять вот эти все истории, вот эти все линии достойно, как и смешно, и трагично, и любовно, это меня стоило один год времени. То есть, а монтировали немцы или русские? Потому что, ну, вот мне кажется, что здесь тоже может быть нюанс. Ну, единственный русскоязычный человек на площадке у меня был звукорежиссер, потому что он вешает петлички, ему надо говорить, можно, пожалуйста, повесить микрофончик. А монтажеры... У меня было три монтажера, которые были немцами. И в конце мне, в самый последний день помогла подруга, которая русскоязычная, она ещё чуть-чуть посмотрела своим глазом. Но так можно монтировать с немцами, можно снимать с немцами, потому что ты как бы интуитивно... Когда съёмка идёт, человек должен действовать интуитивно больше, чем... Не надо включать свою голову, надо чувствовать, куда, как. И он захватил все диалоги, он захватил все сцены. Это невероятно. Не понимая языка. Не понимая вообще языка. Чудо чудесное. А монтажёр, я, конечно, всё переводил, и у нас были везде субтитры. Так что, и мне кажется, язык должен быть универсальный. Там должны и немцы смеяться, и англичане, и русские. Хотя, конечно, наш мат перевести на немецкий язык, я очень старалась, у него очень хороший немецкий, но это не так красочно, как в русском. Ну, выучат несколько новых слов. Всё, в общем-то, для развития. Что, кстати, произойдёт с фильмом дальше? Он выходит в прокат где-то в Германии, в России. Фильм сейчас провёл довольно хорошую жизнь на фестивалях, и сейчас он выходит в кинотеатры в Германии, и потом он появится на стриминговых платформах и пойдёт на разные телевидения. Вот меня сразу это предвосхищало мой вопрос. Что вот для ваших продюсеров, ну, продюсеров, кто давал деньги на этот фильм, является ли документальное кино способом заработать деньги или чем-то всё-таки другим? Потому что вот документальному кино куда сложнее собрать аудиторию, чем, может быть, игровому, там, какой-нибудь комедии, там, или боевику, такому коммерческому кино. Знаете, я спросил своего оператора, он очень такой опытный человек, я говорю, ну, как же ты вот снимаешь такое маленькое кино? А он говорит, ты не знаешь, мы потом с твоим маленьким кино будем стоять на берлинском фестивале. И вот так оно и произошло, да, что иногда маленькое кино является более успешным, чем большое, которое потом не выходит на фестивали или не получает призы. Всё-таки горожане заняли тоже призы. Получили премию Вернера Херцога, лучший режиссёр женской Европы. Да, у него есть какие-то премии, которые он получил, и это очень хорошо для продюсеров. Это значит, что, когда они подают на деньги, на киноподдержку, продюсеры же не вкладывают свои деньги, они подают на киноподдержку европейскую киноподдержку, на немецкую, разную-разную. И когда они подают и могут сказать, что наш фильм вот этот был на фестивале берлинском, в Каннах, там, в Венеции, для них уже, о, тогда им на нолик больше сзади. И это, конечно, для продюсеров очень важно, потому продюсеры не так смотрят, какое документальное или игровое, или коммерческое, они более смотрят, какое оно авторское. Так что это тоже способ... Ну, как бы, у нас есть такое развитие, что продюсеры смотрят на качество кино и на авторское кино, потому что оно им приносит в конечном результате большой выхлоп. У нас продолжаются вот звонки, если можно, да, наушники. Доброе утро, здравствуйте. Да, доброе утро. Вы очень заинтриговали своим фильмом, ну, не к терпениям, когда его можно будет посмотреть где-то, и обязательно я его посмотрю, и, скорее всего, порекомендую. А вот вопрос созрел у меня, ну, не у меня, скорее всего, такой вопрос от Юрия Дудя. А вы, ну, как и сколько платили, и платили ли вообще вот этим всяким псевдоактерам, которые, ну, там, из бригады алкобратьев, или которые реально хорошие, как бы, актеры, которые пытались что-то сделать, выражавшись. Было ли им какое-то финансовое поощрение? Спасибо. Ну, скорее, не актерам, а героям. Героям, да. Герои, это все герои, у нас нет актеров, хотя иногда они лучше некоторых актеров. Нет, в документальном кино мы пытаемся, конечно, ничего никогда не платить, потому что на это бюджета нету, и тоже киноподдержка, перед которой ты отчитываешься, и телеканалы, они не, ну, как бы, ты не можешь отчитаться за какие-то… Ты можешь отчитаться, если ты помог расчистить что-то, или ты нанял машину, или ты купил еду. Ну, да, покормить там, да. Ну, писать-то можно эти деньги, а все-таки, отвечая на вопрос слушателя, пришлось ли кому-то дать? Да, у меня, конечно, просили деньги, и я сказала, что по окончанию, я, конечно, людям, которые очень-очень мало денег, я как бы дам по окончанию, там, 50 евро это было, из некоторых персонажей, которым было очень тяжело жить. Вот, ну, это скорее… И я этого добивалась, честно говоря. Я сказала тоже, что, как бы, люди, это люди не богатые, это не люди, не актеры, и мы с ними так много времени проводим, и мы можем, как бы, хотя бы в конце им чуть-чуть как-то помочь, или сказать, что мы… Опять же, в качестве благодарности. Спасибо, мы уже старались. А бывают ли случаи, когда, ну, вот я понимаю, что это ваш первый фильм, но, тем не менее, вот снимая в России, какие-нибудь чиновники там намекали на взятки, ну, то есть какие-то строятся припоны, чтобы получить какие-то… Нет, но это, наверное, потому что я с немецкой стороны, и у меня было такое серьёзное разрешение Министерства культуры. Мне кажется, это… Снимало все проблемы, да? У нас цикл закончился 4 года, один из которых потрачен на монтаж, что дальше? Какие идеи? Идея что-то сделать про немецкое общество. А у них есть какая-то такая фишка? Ну, вот, хорошо, русские, условно, постсоветские – это гаражи. Что может характеризовать немцев? У немцев тоже есть маленькие вот эти садики, куда они ходят, или где они там… Маленький биргартен? Нет, маленькие дачки. Там карликовые деревья, очень коротко подсреженная трава, один контролирует другого через маленький заборчик, там жить нельзя, там дома должны быть определённой высоты, но это, честно говоря, скучно. Это не пространство для гуляния души, как гараж. Но, тем не менее, это характеризует немецкую душу, да? Ну, такую, ну, не всех немцев. А вот гараж, он там можно встретить, у меня там и музыканты, и поэт, и художник, в общем, там есть разные совершенно люди. Но мы намекаем на то, что будет ли это следующим проектом вашим? У меня будет следующий проект, но я вам не расскажу, какой, но он будет про немецкое общество, и он тоже… Расскажете. Я потом расскажу. Просто через какое-то время, через 4 года вернётесь в эту студию. Время прощаться, к сожалению. Какие-то звуки странные, тем более начались явный намёк. Спасибо огромное. Действительно, мы говорим огромное спасибо Наталье Ефимкиной, автору фильма «Гаражане». Я напомню, что он был показан в рамках Hard Dog Fest, но есть возможности найти его наверняка на каких-то стриминговых платформах. Спасибо большое. Удачи, до свидания. Спасибо тоже, что пригласили. До свидания. Радио Болтком.